здравствуйте друзья я подумал что-то не было у нас на канале видео где бы мы говорили о том вообще что такое гринкарта так вроде гринкарта лотерея иммиграционные адвокаты рассказывают а гринкарта это что я подумал надо вот может быть такой базовый экскурс произвести и начал бы я вот чего так как с общей картинки есть люди которые граждане сша гражданином сша человек может быть по рождению вот родился вот тут и вот он и гражданин и гражданином может быть человек как бы благоприобретшей гражданство через брак через какой-то иммиграционный процесс который привел его к этому гражданству и гражданство дочь чеку полные доски права на все более того он может голосовать там естественно обязаны тоже налоги платить есть права есть обязанности но у гражданства есть одна очень важная фишечка его практически невозможно у человека забрать то есть лишить человека гражданство очень очень сложно то есть это можно есть возможности есть случаи такие они они бывали, но это каждый раз что-то такое экстраординарное, и мы даже об этом и говорить не хотим. Мы исходим из того, что в практическом смысле лишить человека гражданства невозможно, даже если он его благо приобрел. Хотя, если он его обманным путем приобрел, то, конечно, это все почти механически происходит. Теперь, чтобы получить гражданство не по рождению, как правило, не всегда, но, как правило, человек находится некоторое время в таком положении, когда он еще не гражданин, но уже имеет какие-то особые права в стране. Этот статус называется permanent resident, то есть постоянный житель страны. Постоянный житель. И грин-карта это просто, ну, в наше время это пластиковая такая карточка, которая является удостоверением того, что он обладает обладатель, носитель этой грин-карты, обладает статусом постоянного жителя. Статус постоянного жителя не дает столько прав, сколько дает гражданство. Постоянный житель, например, не может голосовать там на всяких выборах. Хотя есть кое-где некоторые такие местные выборы, типа там школьного дистрикта, вот такого плана. вот, но в целом он не голосует ни за сенаторов, ни там конгрессменов, ни какого уровня и так далее. У него можно эту самую грин-карту изъять за всевозможные действия. Или, скажем, отсутствие действия. Например, статус постоянного жителя не только позволяет тебе жить в стране, работать, платить налоги и все такое, пенсию потом получать, делать отчисления социальные фонды и получать потом деньги оттуда. Но если ты не живешь в стране, например, то у тебя эту грин-карту как бы заберут. То есть есть определенные правила, ну, грубо говоря, так, если ты отсутствовал в стране до двух лет, то это еще как бы у тебя есть шанс, что ты как-то выкарабкаешь. Если ты больше двух лет отсутствовал, то уже крайне сложно выкарабкаться, то у тебя просто заберут эту грин-карту. Вот, поэтому статус постоянного жителя, он такой при условии, что ты постоянно живешь. Ты можешь отлучаться, там всякие бывают обстоятельства, но по всякому случаю ты здесь живешь. Если ты, например, живешь еще где-то, а дальше ты как-то злоупотребляешь вот этим статусом, то тебя, скорее всего, его просто заберут, ну, или скажут в какой-то момент, чувак, ты определись там, или ты туда, или сюда. Если нет, так и нет. Вот, как бы так. Тоже бывает достаточно часто. Грин-карту можно у человека забрать достаточно рутинно, если он, например, оказался где-то, например, в заключении, совершил какой-то проступок, такой вот, ну, преступление, не проступок, преступление уголовное, вот, за это, как бы его просто выдворяют из страны, и все. У него нет прав никаких. Грин-карта это привилегия. Вот гражданство, да, у тебя есть право находиться в стране, а грин-карта это привилегия, как виза тоже. У тебя нет права на американскую визу, но это привилегия. Тебе могут дать, при условии, что ты, вот, там, как-то вписываешься в некоторые правила игры. То же самое с грин-картом. Это привилегия. У тебя могут эту привилегию отозвать, если ты не будешь соответствовать чему-то. Грин-карта, оказавшись у тебя в руке, статус постоянного жителя Соединенных Штатов. Если он у вас есть, позволяет через пять лет обратиться за гражданством. Там даже прямо вот не день в день, а можно месяца за три даже до наступления вот этих пяти лет вы можете подать заявочку. И, в общем-то, это такой достаточно рутинный процесс. Они посмотрят, нет ли за вами каких-то больших там прегрешений. В частности, вот криминальных каких-то действий есть такие как бы нехорошие действия, за которые может вас еще и не выдворят, но, во всяком случае, с гражданством как бы повременят. Скажут, приходи еще там через пять лет и так далее. Грин-карту дают на десять лет. Через десять лет она не автоматически вы должны попросить там как-то послать письмецов и так далее. Но вам либо новую карточку дадут, либо эту продлят. Никаких проблем с продлением нет. Опять, если вы не совершили что-то такого, что вот они глянули в тот момент, когда проляли, нифига себе и отказали. Но, в принципе, если она у вас есть, я знаю людей, которые с грин-картой живут без всякого гражданства и по двадцати, и по тридцать лет. Когда мы принимали гражданство с женой, там был такой промежуток времени, это был девяносто шестой год, когда массово шли получать гражданство, люди, которые там по двадцать, по тридцать лет и больше уже жили в стране с грин-картой, собственно, им ничего такого не надо было, но там вышли некоторые тонкости с получением всяких пенсионных там денежек и так далее, то есть не пенсионер тогда, значит, не гражданин, тогда тебе не положено, и там все пошли получать. и вот там было тысяча человек в этом зале, и когда спросили, поднимите руки, кто в стране больше двадцати лет, там была половина зала, а кто больше десяти лет, там еще ползала, и вот таких, как вот я там, новичков, 5-6 лет в стране, нас там было 15-20 человек на весь этот зал. Так вот, к чему я говорю, можно жить без этого всего. Очень многие люди, имеющие грин-карту, никогда не обращаются за гражданством, просто в силу того, что оно, как бы, они не понимают, зачем. Дальше, значит, и так, есть граждане, есть переходный такой, да, статус постоянного жителя грин-карты, и являющиеся удостоверением, так сказать, факта того, что он является постоянным жителем, и есть всякая нестабильная такая картинка. То есть, вот человек имеет право находиться в стране, но пока вот как-то так вот непонятно, что будет дальше. Даже грин-карта, грин-карта бывает постоянно, а бывает временная. Вот, например, там, скажем, если люди вступают в брак, то дается временная грин-карта, по-моему, на два года. И через два года там, ну, если брак развалился, то, глядишь, и нет грин-карты. То есть, даже грин-карта бывает не совсем постоянная. А есть какие-то вот возможности жить в стране и даже работать по каким-то вот программам. Например, есть рабочая виза, когда тебя приглашают на работу, и ты работаешь. Можно H1B, так называемая. Есть виза там L, когда ты по бизнесу, и виза L разрешает, например, твоей жене, там, мужу, работать. Вот виза L2. Но как долго это будет продолжаться? Ну, вот пока у тебя это виза, пока ты в стране тут находишься, дальше либо ты получишь грин-карту, а после, может быть, если захочешь гражданство через пять лет, либо ты не получишь грин-карту, либо у тебя кончится эта виза L, или ты перейдешь на какую-то другую, на студенческую, которая вообще не иммиграционная, не имеет иммиграционного продолжения, и так далее. Поэтому вот во всем этом спектре людей, находящихся в Соединенных Штатах и имеющих разные права, разные обязанности и разный уровень стабильности статуса своего, вот статус постоянного резидента и, соответственно, грин-карта как удостоверяющий документ, вот этот статус постоянного жителя страны, он очень и очень классный, очень классный. И если только человек не, ну реально не злоупотребляет вот этим, то есть есть люди, которые говорят, вот мне бы хорошо иметь грин-карту, а жить я пока буду там вот в своей стране или там еще в какой-то, а вот грин-карту, ну я буду там наезжать раз полгода там на недельку, там, да, потом и статус буду сохранять. Вот есть люди, которые несколько лет в таком режиме находятся, они вроде что-то такое сохраняют, но постоянными жителями не являются, им в какой-то момент говорят, смотри, вот в следующий раз приедешь, как бы могут быть неприятности, их предупреждают, вот, и они дальше должны определяться, вот такая вещь. Вот, наверное, и все, и почему я, на самом деле, захотел на эту тему поговорить, потому что мы все время, ну частенько говорим про лотерею грин-карты, вот скоро розыгрыш начнется, прием заявок на лотерею DV 2019, и вот говорят, грин-карты, некоторые вместо лотереи, они просто говорят, грин-карты, участвуют в грин-карте, милые, ты не можешь участвовать в грин-карте, ты в лотерее можешь участвовать, а грин-карты, это все-таки некоторые удостоверения, то есть я как бы борюсь за терминологическую чистоту, и за то, чтобы когда человек говорит что-то, чтобы его правильно понимали те, например, от кого мы ждем совета, просто чтобы он понял, что происходит и о чем ты говоришь, вот, мой интерес был такой, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok